Всем приветик народ, с вами ваш Кен ДПК и сегодня в это замечательное утро ваш Кен ДПК будет играть в новый режим под названием Блок Пати. Так что пожалуйста, кому не сложно, поставьте лайк и мне будет очень-очень приятно. Я пойму, что данный типаж ролика вам нравится и я естественно буду снимать продолжение. Также, ребята, я решил, чтобы ролик был не унылым, я решил вместе с вами немножко побеседовать на такую тему, какой же нож самый крутой. Потому что часто пишут, Кентуха, тычковый нож топ, а керамбит и гуднайф говно. Кто-то пишет, не, я типа керамбит ван лав, а тычковый нож это полный отстой. Так что, ребята, сегодня вместе с вами я хотел бы расставить все точки над И. Ну, мы немножко поиграем, немножко побеседуем, я вам расскажу, как вообще у меня проходила эта неделя, потому что у меня много всего нового. Кто, ребят, не знает, давайте уже заходить. Кто, ребят, не знает, я себе купил новый ПК, у меня с ним было много проблем. Вначале я долго устанавливал драйвера, потом после долгой установки драйверов оказалось, что на мою винду нету драйвера видеокарты. Пришлось заново вставить винду, потом у меня, короче, отошел жесткий диск. Пришлось заново все разбирать, жесткий диск обратно втыкать. Короче, ребят, было много проблем. Но сейчас уже все окей. И, пожалуйста, поставьте лайк, потому что качество данного видеоролика стало значительно лучше. То есть, сами посмотрите, ребят, все стало гораздо четче, гораздо круче. Кому интересны характеристики моего ПК, именно Рейзен 1600 и видеокарта 1060. Как по мне, очень классно, очень круто. То есть, никаких проблем вообще, ребята, нету. Я скажу так, что я очень доволен. И мне все очень-очень нравится. Ну что же, насчет темы, какой же нож самый-самый крутой? Ой-ой, красный цвет. Давайте начнем с того, что какой нож самый редкий? Вот давайте так рассуждать. И самый редкий нож, ребят, у нас это Гуднайф. Потому что я вчера написал Рустаму, пишу Рустам, здорово-дорово. Какой нож самый редкий и какова вероятность его выпадения? Самый редкий нож, это, ребята, Гуднайф. И вероятность его выпадения равна 0,2%. Так что, делайте выводы. Вот лично я, вот если бы я рассуждал, какой нож самый крутой? Ну, наверное, самый редкий, ребят, логично, правильно? А самый редкий нож у нас... Ух ты, парень по воздуху бегает. Нормально, нормально. А самый редкий нож у нас, это, ребята, Гуднайф. Так что, можно сказать так, что он самый-самый крутой. Но, но, это не всё. Кстати, подождите, а что этот парень по воздуху бегает? Вы это видите? Парень просто по воздуху бегает, ребят, ну это не шутки. Или у него большой пинг, или он действительно бегает по воздуху. Фух, еле успел. Ой, ну всё, мне хана. А, не, выжил, нормально, нормально. А, смотрите, лол! Ну, как он так делал? Ой, всё, мне хана. Ну, я, кстати, занял третье место, если я не ошибаюсь. Потому что нас было всё три человека. Дальше, ребят, насчёт керамбита. Керамбит, это, знаете, то, что вечно. Керамбит, он постоянно будет топом. То есть, сколько лет бы не прошло, но керамбит это самый первый и самый крутой нож. Поэтому, не уважать керамбит просто нельзя. Так что, как по мне, керамбит тоже должен занимать почётное место в вашем списке секретных ножей. Вероятность упадения керамбита примерно 3%. Вероятность упадения тычкового ножа, она немножко побольше. Но тычковый нож там самый крутой скин. Вот, что бы вы ни говорили, ребят, но, как по мне, тычковый нож, он действительно самый красивый. Потому что я вот смотрел и гуднайв, и керамбит. Ну, ребят, ну это, ну так себе, да, скажем так. Вот именно как они отображаются, это, скажем так себе. А вот тычковый нож, это что-то, что-то новенькое. Вот давненько не было таких крутых скинов, типа тычковый нож. Потому что два скина, по сути, в двух руках. Но это очень классно, это очень круто. И этого явно не хватало. Но всё-таки, ребят, давайте составим какую-то таблицу самых крутых ножей. Первое место у нас занимает гуднайв. Это, ребят, 100%, потому что, ну, всё-таки он самый-самый редкий. Насколько мне известно, вероятность выпадения тычкового ножа и керамбита примерно одинаковая. Поэтому я, ребята, ставлю тычковый нож на второе место. Ну, керамбит, как получается, выходит на третьем месте. Ребят, кто со мной не согласен, пожалуйста, напишите в комментариях, мол, как вы считаете... Ух ты, блин, ой-ой-ой-ой, как вы считаете, какой нож занимает второе или третье место? То есть, я думаю, все согласны, что гуднайв занимает первое место. Вот второе и третье место, ребят, напишите прямо сейчас в комментариях. Как вы считаете, какой же скин самый-самый крутой? Так что, ребят, кому не сложно, напишите и напишите, почему вы считаете именно так. Допустим, я посадил тычковый нож на второе место, потому что он новый, он крутой, ну, то есть, скин очень крутой. И вероятность выпадения почти такая же самая, как и керамбита. И вот, ребят, чисто по этой причине он у нас на втором месте. Ну, керамбит на третьем месте. Так, ну что, давайте просто немножко поиграем, еще буквально пару раундов. Я надеюсь, что я дойду куда-то подальше. Я хочу, ребят, хотя бы один раз выиграть. Потому что третье место я уже один раз занял. Но я хочу, хочу первое. Очень хочу первое место. Ой-ой-ой. Не, ну блокпати, давайте немножко поговорим о блокпати. Блокпати, конечно, это, ребят, плагиат из Майнкрафта. Мало ли, кто не знал, такой режим есть уже очень давно. Это круто, это интересно, это весело. Поэтому, в принципе, ничего плохого о блокпати я сказать не могу. Ну, кроме того, что это плагиат. Но мне он очень-очень нравится. И это, ребят, очень классно. Потому что очень давно не хватало такого режима типа блокпати. Так, а у нас осталось 4 игрока. Я понял, я понял, я понял. Потная каточка. Так, какой... Ой-ой-ой. Попа, я сюда. Нормально. Ничего себе, все выжили, ребят. Ну, как так-то? Давайте, пацаны, давайте, умирайте. Нет, блокпатиат классно, конечно. Парень пишет, у меня 16 левел. Так у меня тоже 16 левел. Ништяк. Слушай, что же все такие живучие? Ну, как-то, ребят, что-то слишком легко, как по мне. Я думал, что будет немножко посложнее. Ох ты, блин! Еле-еле успел. Буквально последнюю секунду. Ну, все, мне хана. А, лоу, мы все треем умерли, но почему-то выиграла именно белка. Кстати, лоу, как она по воздуху ходит? Вот, видите, вот я не понимаю таких моментов, вот как люди ходят по воздуху. Ребят, это же второй раз подряд такое, что люди просто ходят по воздуху. Так, давайте заново перезайдем, потому что я не пойму, то ли у меня лаги, то ли ребята используют какие-то читы, то ли еще что-то. Ну, вы сами видели, как парень просто-напросто ходил по воздуху. Ну, YouTube привет кто-то пишет. Привет, YouTube, привет всем. У меня, кстати, довольно-таки много людей знает. Я замечаю, что я уже почти на каждый стервак захожу. У меня вот все знают. Ну, практически все это едино. Правда, большинство думает, что я фейк. Вот я вот не понимаю такого момента. Почему вы считаете, что я фейк, если, ну, все и так элементарно, и все и так понятно, ну, не Кент АПК? Ну, разве так сложно запомнить? Вот Кент и три большие буквы АПК. И приставочка клана Бойс. Ну, это же все элементарно. Ну, пацаны, вы там долго или нет? Ну, я уже хочу поиграть-то. Давайте, вздыхайте. О, сейчас этот парень умрет. Опа! Вообще ништяк. Все. Начинаем нашу игру. Все. Понеслась жара. Поехали. Кент топ. Спасибо, ребята. Все тоже топы. Сейчас самое главное, чтобы ваш топ не умер. Ой, вот это самое обидное. Умереть в самом начале. Это пипец как обидно. Ну, прикиньте. Вот ток зашел. Тут так долго ждал, пока все умрут. И потом в итоге взял и сам слился за пару секунд. Фух. Еле-еле успел. Вот прям там доля секунды. Такой. Какой цвет? Понял. Серый. Окей, окей. Ой, братан. Пока. Я тебя сочувствую. Так, а нас осталось... Сколько уже? Пять человек? Да ну! Ничего себе! Слушайте, у нас осталось так мало народа. Я смотрю, что довольно-таки быстро умирают люди. Прям очень быстро. Раз, два, три. Три человека осталось! Да ну вы шутите, лол. Три человека осталось. Пацаны, пока! Я хочу... Блин, ну вы чё не умерли? Вот негодяи-то какие. А-а-а. Так, а ну-ка. Какой это свет? Давайте, давайте, быстрее. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй! Блин, это полный жест! Фух, еле успел. Нас осталось двое. А, нет, трое всё равно, блин. Много, 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 много! Ай, блин! Ну я почти, ребят, ну почти, почти достиг своей цели. Но, увы, я умер. Ну что же, мои уважаемые подписчики, с вами был ваш Кент АПК. Пожалуйста, поставьте лайк, кому нравится подобный типаж моих видеороликов. Кому нравится, когда играю и что-то обсуждаю. Для меня это очень важно, так что, пожалуйста, ребят, поставьте лайк. Да давайте, ребят, с вас много лайков, я сниму продолжение, потому что у меня ещё очень много тем. Очень много тем, типа, китки, очень много тем, типа, читеры, типа, дос-атаки и так далее. Так что, кому не сложно...